МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специально для забывчивых библиотеки запустили акцию неделя возвращенной книги. С 16 по 22 октября у жителей есть возможность без оплаты штрафа вернуть книги. Почетный гражданин Нижнего Тагила Михаил Иосифович Оршанский удостоен специальной медали, которую вручают меценатам, оказывающим всестороннюю поддержку участникам СВО. Награждение состоялось на встрече главы города с руководителями ветеранских организаций города, где гостей познакомили с итогами развития муниципалитета за последние пять лет и программой предстоящих перемен. Тагил, лучше, чем ты думаешь. Под таким слоганом прошла встреча активистов ветеранских организаций с главой города Владиславом Пинаевым. Мэр рассказал и показал пенсионерам, что было создано и отремонтировано за прошедшую пятилетку. От строительства моста через пруд до благоустройства дворов. Уникальная возможность рассказать о тех планах, которые сегодня в городе есть. Сейчас идет формирование бюджета, поэтому необходимо донести эту правдивую информацию, какими проектами мы занимаемся, какие проекты переходящие, что будем строить новое. Просто рассказать о той работе, которая сегодня ведется администрацией города, но и лично, конечно же, ответить на вопросы, выслушать пожелания и вместе идти вперед. В кратком докладе глава города затронул все стороны жизни муниципалитета, рассказав о модернизации дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, сетей тепла и водоснабжения. Вот и встречу было решено провести не где-нибудь, а в недавно отремонтированном городском дворце детского и юношеского творчества, чтобы вживую увидеть масштаб проделанной работы. Здесь из 70 организаций у нас присутствуют 40 председателей этих, и кроме того присутствуют председатели районных ветеранских организаций. Повестка дня – рассказать о городе, ответить на вопросы ветеранов. И главное, что многие ветераны еще не видели новый обновленный дворец, будет совершена экскурсия. Эта встреча – традиционное ежегодное мероприятие. Напомним, что в прошедших этой осенью выборах главы города Владислав Пинаев набрал лидирующие баллы и был переизбран на пост мэра на второй срок. В устав города вновь вносятся поправки. В здании муниципальной филармонии состоялись публичные слушания, которые организовала Нижнетагильская городская дума. В обсуждение приняли участие 57 человек. Поправки представил председатель постоянной комиссии по местному самоправлению общественной безопасности и информационной политики Станислав Зыкин. Мы приводим в порядок устав города в соответствии с изменениями федерального законодательства. То есть были внесены поправки в федеральное законодательство. И наш основной закон 131 по организации местного самоправления. Поэтому мы четко уследуем изменениям федерального законодательства и приводим свой устав нашего города в порядок. Изменения коснулись статей, затрагивающих вопросы местного значения. К примеру, выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидация последствий их возникновения, а также осуществление международных и внешнеэкономических связей. Теперь устав Нижнего Тагила должен содержать прямые ссылки на федеральный закон номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления. Участники публичных слушаний единогласно поддержали принятие соответствующего решения Нижнетагильской городской думы. Ситуация с подготовкой педагогических кадров – один из вопросов повестки очередного заседания постоянной комиссии по социальной политике Нижнетагильской городской думы. Для его рассмотрения были приглашены руководители Нижнетагильского социально-педагогического института филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета. Кадровый голод существует во всех отраслях, в том числе и в образовании. В Нижнем Тагиле мы, безусловно, очень переживаем за состояние кадрового потенциала наших образовательных учреждений, потому что ощущаем старение учительского состава и, конечно, хотелось бы восполнение нашей муниципальной системы образовательной за счет выпускников педагогического института, нашего социально-педагогического института. По информации директора Нижнетагильского филиала профессионально-педагогического университета, в 2023 году количество бюджетных мест, установленное Министерством просвещения России, составило 408. Это более чем на 200 меньше, чем годом ранее. Всего в институте обучаются 3236 человек. Из 320 выпускников очного и заочного отделения нынешнего года 70 с лишним процентов трудоустроились по специальности. При обсуждении кадровой проблемы отмечено необходимо предпринимать усилия для повышения интереса молодежи к педагогической профессии и стимулировать желание выпускников филиала работать именно в тагильском образовании. Банк России в плановом порядке продолжает обновлять банкнотный ряд образца 1997 года. Согласно принятой концепции, дизайн каждой банкноты посвящен одному федеральному округу и городу, являющемуся его центром. 16 октября введены в обращение банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей. Банк России на протяжении последних лет проводит масштабную работу по модернизации банкнот. Мы стремимся улучшить их качество, повысить защитность этих банкнот, соответственно увеличить срок службы. Пятитысячная банкнота посвящена Уральскому федеральному округу Екатеринбургу. На ее лицевой и оборотной сторонах изображены стелла Европа-Азия, дома Севастьянова в Екатеринбурге, памятник Асказа-Бурале в Челябинске, стелла 66-я параллель, полярный круг в Салехарде, другие достопримечательности. Тысячерублевая банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. Банкноты сохранили привычную цветовую гамму. Тысячерублевая в бирюзовой, пятитысячная в красной. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами прежнего образца. В Нижнем Тагиле усиливаются меры по профилактике острых, респираторных и интервирусных инфекций. На сегодняшний день в детских садах города закрыты на карантин 23 группы. Болеют 1724 воспитанника. В школах закрыты 24 класса. Болеют 2476 учеников. На посещение детьми учреждений дополнительного образования, творческих коллективов, спортивных секций и других кружков введен полный запрет. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Было принято нами решение все-таки об отмене всех массовых мероприятий с детьми на территории города Нижний Тагил для того, чтобы, скажем так, нам разобщить детские коллективы. Понятно, что это неудобно, что были отменены ряд соревнований. Но эта вынужденная мера будет гораздо хуже, когда мы с вами уйдем полностью всеми на дистанку. Поэтому я считаю, что сегодня нужно немножко потерпеть или перетерпеть и затем войти в нормальный режим работы. Также за прошедшие выходные во всех учреждениях дошкольного и общего образования были проведены санитарные обработки. На входе организован контроль температуры тела, а за каждым классом закрепили отдельное помещение. Такие меры будут действовать еще две недели. В целях профилактики рекомендуют поставить прививку от гриппа, а если появились симптомы, такие как насморк, кашля и температура, незамедлительно обратиться к врачу. Обошла всех. Педагог городского дворца детского и юношеского творчества Мария Ярославцева одержала победу в международном конкурсе краеведов. Награждение состоялось сегодня в Доме Российского Исторического Общества. Конкурс проводится ежегодно фондом «История Отечества» и нацелен на поддержку местных краеведческих инициатив. В нем принимают участие педагоги из регионов страны и зарубежья, которые активно популяризируют историю родного края среди молодежи, а также соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане, изучающие русский язык и историю. Мария Ярославцева рассказала о многолетнем опыте и представила свои проекты. Один из них – семейный центр «Русская горница». Здесь детям и их родителям прививают любовь и интерес к истории и культуре народа, а также организовывают персональные семейные выставки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Еще один диплом в копилку наград. Коллектив «Тагильские гармоники» стал лауреатом второй степени в номинации «Оркестр» на Всероссийском фестивале «Душа баяна». Вместе с тагильчанами участие в нем приняли около полутора тысяч музыкантов. Конкурс проходил в городе Березовский. Подробнее расскажет Олеся Культикова. К своему делу с душой. Репетиции, выступления и участие в конкурсах. У творческого коллектива «Тагильские гармоники» в этом сезоне очень плотный график. Только что музыканты вернулись с Всероссийского фестиваля с мелодичным названием «Душа баяна» и готовятся к следующим выступлениям. Особенность его в том, что там не имеет значения, ученики играют или взрослые, профессиональный коллектив или самодеятельный коллектив, смотрят на то, как ты можешь себя подавать на сцене, как ты зашел, вышел, как ты улыбаешься, как ты цепляешь своими эмоциями слушателя. Настолько понравились жюри, что нас пригласили уже в Москву на заключительный тур в октябре 2024 года и пригласили на галоконцерт, как один из самых ярких номеров. Галоконцерт и подведение итогов окружного этапа Всероссийского фестиваля «Душа баяна» состоялись в городе Березовский. Коллектив «Тагильские гармоники» участвовал в номинации «Оркестр» и завоевал звание лауреата второй степени. Это фестиваль, который объединяет всю страну. Он проводится в 89 регионах страны, в том числе и здесь. Но мы разделили это все по федеральным округам, поэтому сегодня здесь находится весь Уральский федеральный округ. Более 2000 участников. Фестиваль, который вокруг баяна, аккордеонной гармонии, объединяются разные творческие направления и исполнительские жанры. Это и вокалисты, и хореографы, и инструменталисты, и театралы, и циркачи, и клейнщики, и современные виды искусств. И все это вокруг нашего родного инструмента баяна. Отметим, что фестиваль «Душа баяна» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В этом году было подано 166 заявок от отдельных исполнителей и творческих коллективов из Ямала, Ненецкого и Ханты, Мансийского автономных округов, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской, Оренбургской и Челябинской областей. В памяти воинов-тагельчан, погибших в локальных воинах планеты. В Нижнем Тагеле состоялись областные соревнования по греко-римской борьбе. В турнире участвовали юные спортсмены 2010-2012 годов рождения. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. Бросок, перехват, удержание, дожим. Для кого-то может это птичий язык, а для юных спортсменов понятные термины в их любимом виде спорта. На базе спортивной школы номер 3 имени Александра Лопатина состоялись областные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти воинов-тагельчан, погибших в локальных воинах планеты. Они были организованы Центром спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области и Федерацией спортивной борьбы Свердловской области. Побороться за звание лучшего из родного Каменска-Уральского приехал Артемий Колесников. Я очень долго готовился. Пять лет хожу на борьбу. Этот парень просто постоянно выигрывал. Вот я наконец-таки смог его победить. Я горжусь этим. И скоро я еще буду бороться в финале. Однако в финале турнира Артемий все-таки уступил своему сопернику. Но завоевал серебро в весовой категории 75 килограммов. Главная задача подобных мероприятий не только повышение уверенности и спортивного мастерства юных борцов, но и выявление потенциальных членов сборной команды области по греко-римской борьбе. Подглавлял судейскую коллегию в этом году мастер спорта России и тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 Николай Хелазиди. Сегодня, к сожалению, из-за карантинов, из-за болезней у нас около 100 участников. Насколько мне известно, три команды не приехали из-за карантина. Сегодня присутствуют команды Первоуральск, Каменск-Уральск, Невьянск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Реж. Золото в своих весовых категориях добыли четыре тагильчанина. Роман Тебеньков, Марат Ахмедов, Потап Халилов и Иван Питыгин. Борцы из Нижнего Тагила также завоевали семь серебряных и четыре бронзовые медали. Специально для забывчивых в библиотеке города запустили акцию недели возвращенной книги. С 16 по 22 октября у жителей есть возможность без оплаты штрафа вернуть книги, которые не были продлены или не сданы ими вовремя. Библиотеке приходится заменять данную литературу. Сегодня уже есть у нас первые результаты. Тут пришло два человека и вернули четыре книги. Ну а вообще где-то мы надеемся, что 30% от того, кому мы послали смс-оповещение, что такая акция проходит, придут и сдадут книги. На протяжении акции вовремя невозвращенные книги принимаются в любой библиотеке города в часы работы учреждения. Дороги, общественные территории, модернизация теплосетей на вагонке. Тема беседы с директором муниципального предприятия «Тагилдорстрой». Игорь Васильев, гость программы «Факты в лицах». Не переключайтесь. Факты в лицах. Факты в лицах. Факты в лицах.